Вашингтон Национальное достояние До свидания Михаил Крутихин о том, как Путин Угробил Газпром Желая заморозить Европу Иначе это было бы нельзя Еще в 2021 году Газпром отчитывался О рекордных сверхприбыля А уже в январе-ноябре 2022 Экспорт газа В дальние зарубежья Сократился на 45% На сегодняшний день Это предприятие Неплательщик дивидендов С падающей выручкой И туманными рыночными перспективами У российского газового гиганта И монополиста Дела идут плохо Добыча газа по стране Упала на 24% А если считать только по Газпрому То практически на треть По сравнению с довоенным уровнем Тот блиц-крик, на который рассчитывали Наши недоброжелатели Он, конечно, не состоялся Это очевидно Наша финансовая система Промышленность Работают ритмично Экспорт в европейское Дальнее зарубежье Обвалился со 170-180 млрд кубометров В лучшие годы До 12 млрд кубометров В первые шесть месяцев В арбитражных судах Копятся многомиллиардные Иски потребителей Которым Газпром В нарушении контрактов Перестал поставлять газ Доходы бюджета От экспорта газа Сократились на 80% Дивиденды компания Выплачивать перестала Тысячи инвесторов Вложившихся в акции Газпрома И долгие годы державших Эти бумаги С расчетом на их рост Видят, что цена этого фантика Превышающая на пике сентября 2021 года 360 рублей Или 4 доллара 90 центов Обрушилась до 166 рублей Что по текущему курсу Не превышает 1 доллара 80 центов И что? Посмотрите на Европу Да Потеряли на этом и физлица Поверившие в национальное достояние И произносившие тосты За нас, за вас, за газ И вся национальная экономика Европа вплоть до Польши А вот это Россия Кто и как довел огромную компанию Где занято почти полмиллиона человек До такого состояния Газпром выстроил свою империю На газовом экспорте Не особо заботясь о внутреннем рынке Только нет горячей воды И нет у нас газа Во всех официальных энергетических стратегиях Российского правительства Монополист экспорта, как планировалось Должен был наращивать работу С заграничными покупателями И предоставить другим компаниям Обслуживать отечественных потребителей Приоритет экспорта закладывался Кстати, еще в советское время Когда, открыв у себя Колоссальные запасы природного газа СССР во второй половине 60-х годов Вышел с ним в Европу И предложил Западу Взаимовыгодные условия сотрудничества Мы считали, что мы свои буржуинские Бесперебойные поставки газа В обмен на технологии Оборудование Товары широкого потребления И многое другое Чего советскому государству Крайне не хватало Мы хотим быть в этой семье Так называемых цивилизованных народов Возникла прочная система Взаимозависимости Которую не могли поколебать Даже такие политические факторы Как вторжение в Чехословакию В 1968 году Или в Афганистан В 1979 Стабильно и надежно Через газ Европа стала зависеть от СССР А потом и от России не меньше Чем поставщик газа Зависел от европейских покупателей Мы все взаимосвязаны В начале 2019 года Россия обеспечивала 39,4% импорта газа в Евросоюзе А выручка от этих поставок Составляла 13,5% доходов федерального бюджета Представляете Соблазн нарушить этот баланс И как сейчас говорят Вепонизировать эту взаимозависимость То есть внести в нее элемент Политических манипуляций и нажима Возник с укреплением власти в России В руках Путина С его чекистскими соратниками Этой группе был абсолютно чужд Принцип win-to-win То есть развитие выгодных отношений На основе взаимных уступок Как только человек начинает считать, что он лучше всех С этого момента он начинает проигрывать В идеологии Кремля возобладали приемы дворовой шпаны Бей первым Уступил хоть в малом, ты лузер Поставки газа стали постепенно превращаться в орудие шантажа Началось с модификации контрактных условий Цену в контрактах стала определять политика Скидки и дополнительная Газпромовская материальная помощь друзьям Но наценки тем, кто, по мнению Кремля Противостоял московскому режиму Пошли угрозы сократить или прекратить Поставки непокорным Добивать энергетическую структуру Таким образом, чтобы Ни у кого из шансов не было подумать О том, что в период зимнего похолодания Будут комфортные условия для проживания Они должны определить, с кем они Нельзя сказать, что Газпром Все путинское время действовал исключительно нахрапом Европейцы начали о чем-то догадываться И приняли меры Запретили Газпрому вводить в контракты пункт Запрещающий перепродажу полученного из России газа Потребовали прикрыть жульнические схемы поставок Через газпромовских дочек Связанных с коррумпированными чиновниками в странах Европы Стали жестко следить за политизацией газовых цен Ввели регулирование через так называемые энергетические пакеты Просто подонки Газпром реагировал сердито, но быстро и адекватно Выполнив практически все требования ЕС И пошел еще дальше, демонстрируя готовность работать на рыночных принципах без политики Надо выглядеть прилично Помимо долгосрочных контрактов В газпромовскую практику все больше стали входить контракты Спотовые, на чрезвычайно гибких условиях Европейцы пришли к выводу, как показало время поспешному Что с российским монополистом можно работать цивилизованно И рассчитывать на его надежность Но не тут-то было С волками жить, поболчевыть В 2021 году, готовясь к широкомасштабному вторжению в соседнюю страну Путин приказал Газпрому использовать поставки в Европу Как политический инструмент под лозунгом Мы вас заморозим и доведем до экономического коллапса Если вы будете настаивать на поддержке Украины И не отмените санкции в отношении России Вполне вероятно, в многоквартирных домах Киева зимой не будет отопления по несколько недель Для начала российский пересидент потребовал оплаты газа в рублях То есть продемонстрировал открытое нарушение контрактных условий Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать Значит, удовольствие получать А когда часть покупателей отказалась притворяться, что платят в рублях Стал отключать у них газ Затем Газпром остановил закачку газа в свои подземные охранилища в Европе Перестал продавать газ на электронных торговых площадках Резко сократил прокачку по экспортным маршрутам Конъюнктура сложилась иначе Затея провалилась Во-первых, Европа проявила чудеса стойкости и гибкости Пусть и высокой ценой Зиму она пережила А в итоге наладила альтернативные пути получения газа А во-вторых, расчеты Путина на то, что европейский рынок можно заменить китайским Оказались иллюзией Будущее России, оно в Азии, оно не в Европе У китайцев нет такой потребности в российском газе, какая была у европейцев Да и транспортную инфраструктуру на нужную мощность Китай можно построить не раньше, чем через лет эдак 12-15 Сейчас руководитель компании Алексей Миллер выступил с новыми ультиматумами Он угрожает полностью прекратить прокачку газа в Европу через украинскую территорию Если Киев не откажется от требований компенсации за нарушение российской стороной договорных условий о транзите Выполнять свои обязательства по соглашению с украинцами Миллер не желает Как не желает и платить за это полагающийся штраф Налицо все та же хамская психология питерского гопника А что вы будете дровами топить? Газпром, которому не мешали никакие санкции И который имел все шансы продолжать работу как нормальная коммерческая компания На европейском энергетическом рынке фактически совершил самоубийство как экспортер Мы готовы посеять хаос и панику Приказ сделать Харакири национальное достояние получила из Кремля Сволочи в Европе не замерзли И так же как и в СУшнике собственно То есть генерал Мороз не справился с своей задачей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова